Сеженье глядит по будущим, И влажен Раме Божьим, Убрящих дящам. С православным философом Аркадия Марковича Малером мы познакомились в Миссионерском институте, куда он приехал читать лекции студентам. Эти лекции мы записали для уроков православия, поскольку убеждены, христиане должны учиться. И не чему-нибудь и как-нибудь, а учиться верить правильно. А значит, должны делать то, что всегда делают все ученики. Читать книги, слушать лекции, в том числе и по философии, чтобы затем применять полученные знания на практике, то есть в своей духовной жизни. Как говорил Иван Александрович Ильин, «Абстрактная теория познания – не русский национальный продукт». Вот почему философия является для русского мыслителя видом религиозного поиска. Но прежде чем предложить вниманию зрителей этот цикл, мы попросили Аркадия Марковича пояснить, почему столь специфические знания мы готовы предлагать самой широкой аудитории. Может, все-таки эти лекции не для всех и слушать их полезно лишь будущим миссионерам? С ответа на этот вопрос мы начнем наш сегодняшний урок. Это для всех, потому что те вопросы и темы, которые я раскрываю в своих лекциях, касаются каждого человека, они имеют универсальное общечеловеческое значение. Вопрос о том, что есть личность, и как личность сопряжена с человеческой природой. Вопрос о том, как христианин должен относиться к обществу, государству, любому государству, в данном случае, в частности, к России. Вопрос о том, как христианин должен воспринимать современную цивилизацию, культуру. Это вопросы общечеловеческого значения, и на них нет легких ответов. Здесь для того, чтобы узнать, как, нужно, конечно, освоить определенный материал. Я в своих лекциях и статьях как раз раскрываю вот эти общезначимые вопросы и считаю, что человек, который сможет их освоить, он облегчит себе жизнь. То есть это не отвлеченный интерес. Я признаю, что, например, я испытываю практически физическое удовольствие от рассуждения на отключенные темы. Мне это нравится. Ну, вообще, если человеку это не нравится, неинтересно, ему философии делать нечего. Философия — это отвлеченное знание во многом. Но если оно религиозное, если оно религиозно ориентированное, то оно практическое. Здесь чисто отвлеченных вопросов не бывает. И, кстати, богословие никогда не приветствовало дискуссии на отключенные темы, если не имели непосредственного практического применения. Это правда. То есть все вопросы связаны с Троицей, с отношением природ во Христе, с ангелологией, с мариологией, с эсхатологией, про конец света. Они все носили в итоге практически выход. В заключении этого вопроса можно было знать, что нам делать дальше, как к чему относиться. Поэтому, да, я утверждаю, что эти лекции могут каждому человеку действительно облегчить жизнь и снять самые серьезные вопросы. Вопросы предельной важности. Я не разделяю позицию Галича, который говорил, бойтесь тех, кто знает, как надо, потому что если так относиться к реальности, тогда нужно, например, отказаться от христианства, которое знает, как надо. А христианство нам дает массу ответов на массу вопросов. Этим оно отличается, скажем, от некоторых типов философии, которые кроме вопросов ничего больше интересуют. И когда они считают, что когда философ дает ответ, то на этом философия заканчивается. Это неправда. Это просто временное постмодернистское поветрие, которое обосновывает и оправдывает исключительно только интеллектуальную лень. Это наше время, к сожалению, процветающее. Давайте же и мы, как настоящие ученики, которые в своей учебе непременно сталкиваются и с трудными темами, и трудными предметами, отбросим всякую лень, тем более интеллектуальную, и приступим к нелегкой, но очень полезной работе. К прослуживанию цикла лекций на тему «Личность как ключевое понятие христианского мировоззрения». Автор этого цикла является главой интеллектуального клуба «Катехон», который занимается вопросами православной философии, богословия и политической мысли. И сегодня мы узнаем о том, какие существуют проблемы, связанные с пониманием личности. Я думаю, что все из вас, кто занимался православным богословием 20 века или христианской философией 20 века, очень хорошо себе представляют, какое значение понятие личности, тематика, связанная с личностью, имела в эту эпоху. Действительно, если мы обратим внимание на то, что называется мейнстрим христианской мысли, православной, католической, отчасти протестантской, то действительно именно тема личности, как, может быть, никакая другая, занимала здесь самую главную роль. То есть это тема центральная для, по меньшей мере, 20 века. Ну, а того, что она центральная, она не стала, скажем так, понятной и достаточно серьезно проработанной для многих, кто пытается максимально ответственно относиться к богословию и к философской проработке терминологии и каких бы то ни было аргументов, которые позволяют действительно в рамках православного мировоззрения или христианского мировоззрения вообще постулировать ту или иную ценность. Ну, начну с того, что существует общая проблема в понимании того, что такое личность. Проблема, с которой, вот я лично постоянно сталкиваюсь и как преподаватель, и как публицист, и как ведущий клуба, и просто как человек, который занимается этой темой. Первое, проблема заключается в том, что личность очень часто отождествляется именно с человеком. То есть, когда говорят о личности, то многие думают, что речь идет именно о человеке. И даже часто спрашивают, ну, наверное, если ты занимаешься философией личности, то ты занимаешься антропологией. Объяснить, что антропология, философия, личность — это разные сферы, бывает невозможно. Почему это представление является ошибочным? Потому что, с точки зрения христианства, личность — это прежде всего Бог. Это прежде всего Бог. Конкретно Божественная Троица, каждое лицо которой является личностью. То есть, мы можем смело говорить, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух — это три личности. Также личностями являются ангелы. И, наконец, в третью степень личность является именно человек. Эта позиция не приветствуется среди тех, кто придерживается, я бы сказал, метафизического имперсонализма. Метафизического имперсонализма, который напрямую связан с пантеизмом и, по меньшей мере, укоренен в пантеистической религиозности. Вторая проблема в понимании личности заключается в том, что личность понимается как определенная стадия развития индивида. То есть, когда-то человек не был личностью, а потом он личностью становится. Между прочим, отсюда именно возникает проблема с пониманием абортов. Вот почему секулярное мировоззрение во всех его изводах считает абортодопустимым? Мы обычно говорим, что потому, что секулярное мировоззрение не воспринимает эмбрион человека как человека. А дело в том, что для секулярного мировоззрения понятие человека очень размыто. Что такое человек для него? Когда он начинается? Гораздо большее значение имеет не сам к себе человек, а человеческая личность. А вот личность человека с точки зрения секулярного мировоззрения это понятие почти абстрактное. И когда личность возникает, секулярное мировоззрение никогда не ответит. То ли когда человек вынимают из тела матери и прерывают пуповину, то ли когда он заканчивает школу, то ли когда он получает Нобелевскую премию. Вот когда он становится личностью. И поэтому личность понимается как некая просто стадия развития. Ну и естественно, что эта точка зрения, она больше всего укоренена, с одной стороны, в эволюционизме, как мировоззрении. И также в определенном религиозно-метафизическом подходе, который я бы назвал эманационизм. Эманационизм или, сейчас еще есть такое новое модное слово, которое я считаю достаточно адекватным в том случае, манифестационизм. То есть идея, что все, что есть в этом мире, является манифестацией или эманацией божественного начала. И поэтому личностность каждого индивида строго пропорционально причастности этого начала. То есть в какой-то момент индивид не является личностью, потом он приближается к божественному началу и личностью становится. Между тем, с точки зрения христианства, личность дана человеку изначально. Больше того, да. Нельзя даже сказать, что она дана человеку изначально. Человек уже изначально является личностью от зачатия. Другой вопрос, что он является личностью как данностью. И, конечно, он должен развить свои личностные способности, реализовать себя в качестве личности как задание, но он уже личность в момент своего зачатия. Потому что в момент своего зачатия он уже является душевно-телесным существом. А душой обладает именно личность. Поэтому мы не можем сказать, что человек в какой-то момент не был личностью, а потом им стал. Вот до какого-то момента это безличное существо. И больше того, даже наиболее последовательные секулярные авторы так не осмелятся сказать, что вот это безличное существо. Вот ему годик, но он безличный. Безличная биомасса. А вот тут у него какие-то возникают личностные свойства. Третья проблема, более сложная, которая связана с пониманием личности, связана с тем, что личность часто отождествляют с душой. Личность – это душа, ну или в ином варианте дух. Это очень часто ошибка, которую совершают люди, называющие себя христианскими персоналистами. Выходят научные работы, посвященные, например, христианскому персонализму Флоренского или христианскому персонализму Булгакова. Когда пытаешься понять, а при чем есть персонализм, то отвечают, ну как, они вот рассуждают там о душах. Вот душевная природа существа. Это причем не обязательно человек, это может быть животное. Значит, речь это о личности. Это неправда, просто потому что с точки зрения самого христианского персонализма, как он развивался, и с точки зрения христианства, личность не отождественна душе. Личность обладает душой и телом. А почему личность не отождественна душе? Потому что душа — это природа, это не личность. А поскольку очень часто люди думают, что природа — это только то, что является материей, то есть телесная природа, то душу, как природу, они не воспринимают. А между тем, с точки зрения христианства и большинства религий, и большинства идеалистических философских систем, мир природы делится, как минимум на два уровня. Есть мир духовной природы и мир телесной природы. А что значит природа? Это значит, мир, который подчинен определенным закономерностям. В нем есть определенные законы. И мы с вами, как христиане, думаю, об этом догадываемся, что есть душевный мир, и это именно мир, в котором есть какие-то свои законы, и мы с этим миром работаем, мы живем этим миром. И это именно определенная природа. Природа нематериальная. Собственно говоря, может быть, апофеоз развития христианского персонализма явил себя в такой фигуре, как всем известный русский богослов Владимир Николаевич Лоский, который в свое время в работе, которая называется «Богословское понятие человеческой личности», дал ей такое наиболее экстремальное определение. Он очень боялся свести личность к каким-то категориям, каким-то свойствам, и сказал, что личность – это несводимость к природе. Не просто нечто несводимое к природе, а сама несводимость. Это максимально осторожное апофатическое определение, вызвавшее очень большие проблемы впоследствии. То есть, личность – это то, что не обусловлено своей природой. Это не значит, что личность существует отдельно в природе. И с точки зрения христианства, с точки зрения христианского персонализма, в большинстве его изводов, опять же, не существует личности, которая могла бы существовать вне природы. Вот природы без личности может быть, например, дерево, у него личности нет. Но личности без природы существовать не может. Но к самой природе она не сводится. Следующий круг проблем, который связан с пониманием личности – это проблемы в понимании самого христианства. именно в контексте понимания личности. Это четыре проблемы. Проблема первая. Понимание христианства пантеистическое, которое может вам показаться очень маргинальным и специфическим. На самом деле это очень широкое понимание христианства, которое присутствует не только у людей необразованных, впервые сталкиваешься с церковью, но и даже у людей, которые себя сами могут мнить православными богословами. Что значит пантеистическое понимание христианства? Это значит, что в этом понимании Бог воспринимается как некое безличное божественное начало, являющееся, поскольку оно всемогущее, источником постоянных энергий. То есть Бог – это некий просто максимум энергии, которому нужно подключиться и пассивно эти энергии воспринимать. Бог – это просто энергетический источник. Это, как вы понимаете, пантеистическое понимание Бога, и в этом понимании отношение человека с Богом – это отношение просто пассивного существа, которое аннигилирует себя в контакте с тем существом, которое его создало или имманировало, то есть Бог. Есть понимание прямо противоположное. вы уже, думаю, догадались, как оно называется, это понимание Бога деистическое. Деистическое понимание Бога связано с тем, что Бог может постулироваться как личность, и деисты могут в принципе сказать, что да, Бог – это личность, никаких проблем здесь нет. Но единственное, что поскольку Бог слишком далек от человека, от мира, то его личностность не имеет никакого значения. Человек не общается с Богом. Самая идея, что человек может общаться с Богом, как-то повлиять на решение Бога в отношении своей собственной судьбы, в отношении всего мира, представляется совершенно невозможной. Бог создал мир, оставил его, запустил существовать по собственным законам, и никак в него не вмешивается. Поэтому, ну уж, зачем говорить о нем, как о личности. Личность он или не личность, но никакой связи с ним нет. Далее, проблема в понимании христианства, это проблема, которая непосредственно связана с пантеизмом, проблема, которую проще всего назвать холическое понимание христианства. Ну, чтобы несколько заострить это понимание, я бы назвал его тоталитарным. В чем оно заключается? В том, что человек воспринимается в церкви просто как ее часть и не более того. Естественно, что подкрепляется фундаментальным положением о том, что церковь это тело Христова. Соответственно, все люди, которые существуют в церкви, должны в церкви раствориться, отказаться не просто от своей воли, отказаться от своей самости. Отсюда подозрение к любым попыткам говорить о, например, правах и достоинстве человеческой личности и вообще какой бы то ни было личности. Раз уж мы оказались в церкви, мы должны в ней себя убить. Но понятно, что это пантеистическое понимание христианства и пантеистическое понимание церкви. И связанная с деизмом противоположная крайность четвертая это понимание церкви индивидуалистическое или, если заострить, либеральное, которое заключается в том, что человек воспринимается как атомарный индивид, который создан Богом, имеет с этим Богом личные отношения и, собственно, все существование человека сводится к его отношению с Богом, помимо его отношений с другими людьми. То есть он не нуждается в других людях. И церковь это просто, скажем так, окно в пространство Бога, пространство Бога общения, но это окно никак не может зависеть от общения с другими людьми. Это очень частая позиция, ну и понятное дело, что она, можно сказать, либерально-христианская. Зачем мне участвовать в каких бы то ни было церковных мероприятиях, если я с Богом непосредственно общаюсь. Я и так крестился, я и так один раз в жизни прочистился. Вот четыре, собственно, крайности понимания христианства очень распространенные, но эти крайности объединены одним общим свойством. Все эти крайности отрицают личность. Так, личное понимание Бога как личности, человека как личности, отношение Бога к человека как именно личностных отношений в том смысле понимания личности, которое нам дано в христианском персонализме. Третий круг проблем – это уже круг проблем, всем известный, связанный с определенной интерпретацией догматических положений православной церкви, а именно триодологических и христологических. Собственно, как вы знаете, именно триодологические и христологические вопросы спровоцировали богословские дискуссии, уменьшавшиеся Первыми Вселенскими Соборами. И именно эти проблемы вместе с тем спровоцировали и само развлечение личности и природы. Потому что, когда нужно было понять, каким образом Бог является одновременно чем-то единым и одновременно Троицей, то нужно было развести три личности и одну природу. Когда нужно было понять, каким образом Иисус Христос является Богом и человеком, то нужно было развести понятие личности и понятие природы. Что Иисус Христос – это второе лицо Божественной Троицы, обладающее двумя природами – божественной и человеческой. Это то, что знают все, но между тем, вы прекрасно понимаете, что даже люди, достаточно искушенные в многих метафизических вопросах, легко могут сказать, что в лице Христа Бог превратился в человека. Христос – это просто эманация Бога, это аватары Бога. И не каждый может ответить, почему это не так. И очень многие так, собственно, и понимают христианство. И, наконец, четвертый не круг проблем, а одна проблема, которая связана с пониманием личности уже внутри самих персоналистских дискуссий. Проблема, которая остается до сегодняшнего дня не снятой. Это проблема определения личности. Что такое личность? Естественно, что в силу несовершенства нашего языка, обусловленного нашим грехопадением, мы не можем с вами дать идеальное, абсолютное, точное определение понятия личности. И такой задачи не стоит. Это не математика и не логика. Но стремиться к этому нужно. Почему определить личность сложно? Потому что сами же персоналисты постоянно напоминают о том, что поскольку личность несводима к природе, и к тем более никаким бы то ни было природным свойствам, то дать определение личности, то есть некий концепт личности, это значит схватить ее в некотором предикате, в некотором неотъемленном признаке. А следовательно, упростить ее, редуцировать до какого-то свойства. Ну, фактически, это то же самое, как если бы мы дали определение Бога. Вы знаете хорошо, что большинство учебников догматического богословия начинаются с апологии, апофатики, с того, что Бога невозможно определить, Бог абсолютен. Читаешь две страницы и думаешь, а почему же дальше-то столько всего написано? Дальше идет сплошная катафатика. Вот нужно сделать этот переход, да, все-таки. Если бы не было бы катафатики, то невозможно было бы учебник богословия. И вообще богословия. Так же и здесь. Понятно, что личность неопределима. Но в каком смысле она неопределима? В том смысле, что мы вообще не можем о ней ничего сказать. Если мы вообще не можем о ней ничего сказать, то ее нету. И это некое псевдопонятие, говоря позитивистским языком. А если мы уж так много рассуждаем о личности, то мы должны все-таки дать ей какие-то определения. Поэтому, как будто бы перепрыгивая сразу через множество тем, я попытаюсь дать не столько определение личности, сколько обозначить ее неотъемлемые свойства. То, что называется в сухом логическом языке предикаты. Свят, 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 Если Боже, Богородицею помилуй нас.